Итак, привет, уважаемые друзья, подписчики и все, кто сейчас смотрит это видео. И сегодня мы будем играть в Dead Realm. Это многопользовательский инди-хоррор, который действительно очень забавный, классный. Всем советую купил на хэллоуинской распродаже буквально, там, не знаю, рублей за 100 со скидкой. Сейчас мы найдем сервер подходящий. Желательно, где побольше народу, потому что там, где мало народа, играть совершенно неинтересно. Ну вот, есть русский, 5 человек, но 5 человек это все-таки маловато нам. Где 8, я только что туда заходил, там, во-первых, стоит неинтересный режим. Так, ну да, давайте зайдем где 3 из 5. Включение к залу идет, как обычно, долго. Здесь несколько режимов игры, то есть время игры ограничено. Так. Зачем он так много меняет-то всего? Так, ну пин, кстати, нормальный. Давайте сейчас как запустим, посмотрим, какой будет все-таки режим. Здесь есть некоторые классные, есть нет. То есть, вообще, суть игры заключается в том, что мы появляемся в доме, либо за человека, либо за призрака. В роли призрака мы должны поймать всех людей и убить. При этом, если мы ловим хоть одного из них, он тут же становится тоже призраком, помогает нам. Ну, при этом, не такой мощный, как мы, не можем так быстро бегать, нету многих фишек, но при этом все-таки. В роли людей, соответственно, надо выжить в течение 3 минут. Блин, да ладно, в смысле. Нам, да, это, блин, зачем вы это выбрали? У нас приколы. Прижим, где нам надо найти 10 часов. Тогда откроется портал, и при помощи этого портала мы сможем победить. Этот призрак мне никогда не нравился, потому что надо везде бегать, потому что надо еще бегать призрак. Кстати, вот полоска сверху, которая у себя наполняется очень медленно зеленым, показывает нам, сколько у нас выносит. То есть, когда я бегу, как видите, она отнимается, причем очень быстро отнимается. А призрак при этом, не скажем так, что медленно бегает. Он бегает тоже очень быстро. Так, вот мы, по-моему, видим одни из часов. Нет, это не часы, это просто какие-то свечки. Да, один из моих двух самых нелюбимых режимов. Самый классный режим, да, это действительно, где идет призрак. Мы все хлоем. А так меня просто могут поймать, убить, напугать жутким скримером. Я думаю, это будет моя единственная игра на данном сервере. Потому что вот так очень медленно ходить, бегать, это совершенно неинтересно. Так, вот они, вот, 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 вот они часы. Нашли одни часы из десяти. Вот, вторые. Как видите, сверху показана цифра 2, которая идет как раз от моей выносливости. Остальная команда вообще что-нибудь ищет? Мне вот это более интересный вопрос. Потому что пока нахожу я их только один. Так как в игре очень много новеньких, благодаря вот той же самой хэллоуинской распродаже, что флэйн народу не знает, что делать. Я вчера примерно бегал то же самое, и я совершенно был не в понятках, что же от меня все-таки требуется. Так, вот, можно активировать здесь люк. Можно, кстати, врубить его. А вот оно, вот, 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 он гонится за мной. Мне пипец. Все, у меня она окна. Я теперь просто в виде души. Я ничего не могу делать. Я единственное, что могу, это открывать, закрывать двери, например, помогать. Ну, как видите, наша команда здесь обречена на успех, потому что всего двое ключей. И поэтому, когда мы увидим главное меню, мы найдем нормальный сервер с нормальными режимами, да, где действительно интересно играть. Так, вот, 6 из 8 enjoy. Я дико надеюсь, что это сейчас будет у них не режим с ключами. Я дико надеюсь, что будет хороший, нормальный, адекватный пинг. Да, это оно. Пинг 82, вообще все круто, классно. Нет, это 10 карманов в часу. Это не оно. Серьезно, он давно, видимо, сегодня издевается. Я не знаю, либо у людей сильно менялись вкусы. Second trip. Вот. Если меня не обманывают, это тот самый режим. Да, вот. Давайте. Все, сейчас у нас будет классное действие происходить. Ну, давайте, все, народ весь повыходил сразу. Ну, сразу видно, я зашел, мне вообще сегодня не везет. Я записал предыдущий летсплей, так я попался на 3 разных бесплатовых. Режима. В итоге все люди повыходили. И в итоге у меня, кстати, вообще при подсоединении к серверу игра зависит. Ну, как это обычно у меня бывает, в принципе, я уже привык к этому. Так, все, давай, 6 человек, соглашайся. Пинг 104, ладно, бог с ним пойдет для моей маленькой Сибири. Ну, довольно-таки большой. Ну, вот, все-таки интернет вроде неплохой. Я не знаю, почему в игре такой пинг, сервер, там, может быть, где-нибудь в Амстердаме у них находится. Ну, все, сервер, гоу. И вот, наконец-то, все, игра начинается. Может быть, нам даже повезет, мы будем играть за призрака. Если будем играть за призрака, то от меня обязательно никто не убежит. Просто всех перебьем. Если я не ошибаюсь, в этом режиме, если вы играете призраком, нажимая правую кнопку мышки, вы можете, скажем так, враги будут подсвечивать сквозь стены, ну, не четкое позиционирование, а, грубо говоря, примерное. А у людей, да, да, это, наконец-то, тот самый классный режим. А у людей есть такая фишка, коммитатор. То есть, я создаю свою же иллюзию где-либо в любом месте. Сейчас мы поднимемся наверх. Поднимем, быстрее, 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 дружище. В эту карту я уже играл. Главное, наш противник появляется вот здесь. Причем буквально через 10 секунд уже. Через 5 секунд он появится. Куда-то побежит. Сейчас давайте посмотрим. Да, он, видимо, тоже зашел первый раз в игру. Так, так, давай, давай. Блин, не поймал, к сожалению. Ну, да ладно, с кем не бывает. Давайте, вот, кстати, вот как раз имитатор. Останем здесь, который у нас появился. А силовое поле, это такая сфера, которая будет мне помогать. Так, человечишка. А вот там за ним бежал призрак. Да, призрак его догоняет. Этому человеку скоро придет пипец полный. А мы пока будем играть за газку, сидеть день здесь. Никого не трогать, никому не мешать. Причем, как правило, мне нравится, когда попадаются умные люди, которые действительно умеют более-менее хорошо, нормально играть призраков, которые разбираются. Они делаются довольно-таки быстро. Потому что призрак может, во-первых, дважды прыгать. Что является такой нормальной способностью. То есть, ну, дважды, как двойной прыжок, там, а-ля Titanfall тот же и другие игры. Но тут, видимо, экшена не ждать. Снизу-слева, как вы видите, полоска, сколько персонажей у нас живых и сколько у нас призраков. Ну, в данном случае, один пока главный злодей. Людей он еще не убивал. Но как только убьет, тут же раздастся крик, и тот человек станет призраком. Ну, видимо, за призрака у нас, вот за этого главное зло играет какой-то школьник. Потому что он еще никого не может поймать. Хотя с его способностями это вообще не является никакой проблемой совершенно. Сейчас ставим один свой клон. Так, вон человек бегает. Видимо, да, действительно, мне не суждено сегодня снять нормально такой годный летсплей. Блин, как я повторюсь, вторая попытка. Учитывая предыдущий с ключами, уже, наверное, третий. Нам здесь не надо подсвечивать, чтобы его увидеть. Совершенно нам это не нужно. Мы вот так прекрасно... Вот где-то слышу, слышу вокруг шаги, не могу понять где. Кто это бегает? Так. Кто? Еще один человек. Да, этот призрак просто жалкий лузер. Я надеюсь, что в следующей, в следующей каточке, которая начнется буквально через полторы минуты, что призраком стану я, и я все-таки покажу этим ребятам, как нужно играть. К играм, может, адаптация у меня идет очень быстро, как правило, тем более с видом от первого лица. Как-никак, не знаю, уже, наверное, лет 20 игрового стажа. Смотрю, что так молодо выгляжу, хотя, может, уже 100. Сколько лет вы мне дали? Не, ну, серьезно, я уже на протяжении двух минут просто хожу туда-сюда. Мы, кстати, можем выбить камеру, посмотреть, кто где бегает. Ну, в этом есть один минус, меня могут просто палить в это время. Так, еще один человек. Да, вот это экшен, да, действительно. Просто хожу по перилам уже на протяжении непонятно какого времени. Чем занимается призрак, я понятия не имею. Может быть, это специально какой-то, я не знаю, тролль, который специально никого не ищет, не убивает. Я надеюсь, что он просто вылетит из этой игры и больше не будет играть, либо что дадут мне возможность играть призраком. Хотя человеку мне нравится не менее играть, в том, что когда ты, например, остаешься один, там, против пятерых призраков и пытаясь вот эти последние секунды, там, 20-30 дожить, это реально, ребят, жесть. То есть у меня это вызвало некие эмоции, то есть прям, это действительно была жесть. Так, а что это я вниз-то упал? Ну и все, видимо, он так ни одного и не поймает. Да, забавно, действительно. Я пока сидел там, видел целую кучу людей. Он не нашел никого. Да здесь кто не нужен? Хоман Винтс. Интересно, сколько раундов. Сейчас сразу будет тут же загрузка следом. И при этом, если мы будем играть за призрака, именно в этом режиме она выбирается на выбор несколько призраков. Но они выбираются везде, но у каждого есть какая-то своя фишка. Причем у некоторых из них довольно-таки полезно. Например, нет, мы опять играем за человека. Но я очень сильно сейчас надеюсь, что не тот же человек будет играть за призрака. Давайте опять пойдем наверх, попытаемся поймать его в ловушку. Так, что-то я здесь чуть-чутка заблудился. Потому что карты здесь не сказать, что такие уж и маленькие идут. Сейчас бы главное в спину ему не выйти куда-нибудь. Так, куда у нас пошел призрак? Я что-то пропустил этот момент. О, открыто достижение какое-то даже. Вот видите, даже всякими клюшечками радует периодически. Так, что у нас? Я думаю, сейчас первый фраг будет срублен довольно-таки быстро. Причем, возможно, даже мной. Ну, не знаю пока. Уже двое-двое призраков, ребят. Вместе с ними, как с ними слева, вы можете это видеть. Сейчас нас будут скоро насекать. Вон, еще один из выживших парней. Нас осталось, в принципе, 3 в 3. Еще 3 минуты. Что вообще, в принципе, жесть дичайшая. Потому что я могу даже поставить. Уверен, процентов 70, что данную каточку мы все-таки проиграем. Если, конечно, противники не будут тупить. Давайте загаснем в какой-нибудь темный уголочек. Где нас никто не видит. Ну, я вот не знаю, как они могут бегать такой толпой. Вот смотрите, их уже четверо в общем. Они даже не видят нас, призраков. Ну, даже вот не видно, что мы сверху находимся. У нас здесь дикое количество людей. Я не знаю, где они бегают постоянно. Они там в подземельях, что ли, что-то разыскают или что. Я без понятия, чем они там занимаются. Как видите, снизу, вот он, бежит один из них. Он сейчас, кстати, пойдет к нам наверх. Очень долго идет к нам наверх. Опа. Вот он, вот он один рядом. Так, я сейчас поставил сферу. Она их замедлил. А, все, ну, понимаем. Я переборывал со своим чуваком. Теперь моя задача найти оставшихся людей и хлопнуть их. Зажимая правую кнопку мышки, он будет чувствовать, если человек находится где-то поблизости. Если где-то он играет в прятки. Так, так, почему у меня все закончилось? Я что-то, наверное, пропустил какой-то момент. Так, ну все, мы остались. Пять в одного. И я сомневаюсь в том, что этот парень сможет бежать. Все, да, всех убили, призраки победили. Вот так, в принципе, проходят более-менее быстрые катки. Есть призрак, действительно нормальный, умеет играть. Но я тут реально зависел, не смогу бежать вниз. Я подумал, что спереди стоит свой. Но это был далеко не свой. Так, мы опять играем за людей. Опять побежим куда-нибудь туда, в наше место, а потом уже оттуда будем куда-либо убегать, гаситься. Алло. Все, все, отлично. Мы его, кстати, поймали. Он провалился туда вниз. По крайней мере, мне хочется в это верить. Посмотрите, он довольно-таки резво выбрался от бюро. И волчара бежит за нами. Еще ребята что-то комментируют. Классно, кстати, когда комментируют что-то на русском. О, он рядом. Все, обрывается весь сигнал. Так, вот он бежит, бежит за нами. Видите, как он молится? Он надеется убежать, но от элекантропа не убежать, к сожалению. Сейчас мы услышим крик, я думаю, совершенно в скором времени. Да ладно, он выжил. Так, вот можно ставить такую сферу, чтобы до тебя не могли добраться. Вот он вот стоит. Почему он что-то вообще жестко тупит? Ну, это какой-то дурацкий элекантроп, который вообще просто вышел из игры. То есть вот так. Ну, вот видите, как повезет, смотря с кем попадешься. Ладно, я думаю, что сейчас, я не знаю, зайдем куда-нибудь еще на один сервер, попытаемся еще одну карточку сыграть на какой-нибудь другой карте. Так, вот есть Мертвая тишина, карта Second Trip. Долго цепляется, мне кажется, что пинг там будет очень высокий. Пинг 90, кстати, это отлично. Да, все, давайте начнем именно вот эту карту. Я думаю, здесь будет у нас довольно-таки все неплохо. Видите, уже кто-то засыпает, видимо. Ну вот, карту можно было и другую. Есть такие не менее интересные, где можно спрятаться. Но восьмером, восьмером здесь реально, ребят, сейчас будет 240 пинг, ё-моё. Сейчас будет твориться жесть. Не только в игре, но и с пингом, в принципе. Я надеюсь, сейчас у меня не зависит, как в предыдущий раз. И, наконец-то, мы сможем сыграть запрессы, а я вам хоть покажу, как это примерно выглядит все. Потому что, играя вот запрессы, которых уже, скажем так, перехватили, ты, у него есть не все эти способности, которые есть у тебя. Если я, конечно, все правильно понял. И все, наверное, сервер опять у нас потух. Точно так же, как в предыдущий раз у меня было. О, нет, все. Игра началась, но вы видите, как люди дергаются. Мне кажется, это вообще, это кошмар, это ужас дичайший просто. Да нет, он еще бегает более-менее. Зачем ты опускаешь? Такой человечешко. Ну, учитывая, что я хожу сквозь чувака. Такой сприндинг, да, у нас действительно натворятся некие проблемы. Куда бежит? Пока сам не знаю. Бежал куда-то за кубльсов? Почему, бежал вправо? Нет, нет. Это кто? Это вообще человек или что это бежит? Нет, это мало похоже на человека, но с данной анимацией, с таким пингом, здесь вообще мало кто похож на человека. Можно убежать куда-то отсюда, поиграть за газку. Я вот не совсем понимаю, почему к этим вот пользоваться, выглядываться, дверить под кохо. Эй, привет! Может, конечно, сгаситься где-нибудь на унитазе. Так, у нас уже плюс два призрака. Так, ладно, давайте здесь засядем, отсидимся хоть пару минут. Видите, аж все потемнело. Специально, чтобы меня не было видно. Как вы поняли, это по вебке сейчас прям по-любому. Просто будем сидеть за газочкой. Хотя они могут очень долго бегать, так не найдя меня. Пока они преследуют других, так же пытаются найти. Это тянет нам время. Кстати, на всякий случай создадим здесь где-нибудь имитатор. Ну, может быть, в случае чего, если кто забежит, внимание обратит именно на него в первую очередь, а не на меня. Оп, слышите, еще плюс один. Смотрите, мне слева еще один призрак появился среди нас. Да, слышите, да, возле меня вот пробегает. Вот я поставил сферу. Блин, ну у меня все тут удалось. Долго мне ее не хватило. Так, ну ладно, давайте найдем остальных. Хотя за 47 секунд я не вижу, что нам это удастся сделать. Опачки, они вот и не подсвечиваются. Вот и не подсвечиваются точками. 24 секунды, е-мое. Так, это мы забрали. Ищем полный. Все, было у нас здесь, но это, к сожалению, был не последний. Поэтому мы проиграли эту карточку. А нет, мы выиграли, я нашел именно последнего чувака. Поздравляю, ребят. Он долго прятался. Ну, видите, какое у них чительство есть здесь. Прятаться, в принципе, это не совсем удобно. Может, тебе все равно найдут, тебя видят сквозь стены, и тебе все равно придет пиперс. Давайте, я все-таки надеюсь, что я сыграю сегодня за призрак. Это уже энная попытка идет. Все, идет просто кромешная тишина у нас. Нет, видимо, призраком сыграть мне сегодня не является судьбой. Что? О, это? Так, девочка, побежала, побежала, побежала. Она бежит. Она что-то вообще тупит жестко. Я так вылагаю. Так, нет, мы ее не поймали. Она бежит к нам. Или что это? Что это такое там бедрик? Да. Дурацкая девчонка. Она вообще не понимает, что бегает куда-то. Лестница здесь есть. Что, здесь может подняться? Где она? Куда-то от двери убежала? Так, вот он. Еще LX12 нас прикроет. Сообщит об опасности. Так, ну не вижу, не вижу ее пока. Ладно, сохраним спокойствие. Где-то вот-вот бегает. Судя по азбуку в наушниках. Ну, конечно, качество передачи в наушниках я оставляю. Желать лучше. Ну, вон она сидит. До нее вообще не добирается. Что-то бегает, бьет. Не знаю, что-то. Эй, девочка, у тебя там все нормально? Вот-вот на нее, наконец-то, дошло, как сюда залезть. Ну, она побежит все-таки, что она глупая и тупая. Вот и что? Что она делает? Я уже здесь. Она должна была меня догнать. Да. Вот не люблю, когда такие играет призраками. Даже сейчас забор перепрыгнуть не может. Он типа сейчас загасился такой, типа я вот подойду здесь. Он мне сходит, ну вон она сидит. Ой, к сожалению, поставил сферу, она упала вниз. Ну-ка, давай еще несколько попыток. Мне же даже прикалывает побегать за ней, это не знаю. Вот она, да. Вообще, что она делает? Это самый нелепый противник, которого я только видел. Что, может побежишь за мной, догонишь меня? А, женщина? Оп-оп-оп. Главное, дверь закрыть за собой. И все, она меня потеряла, я так понимаю. Вон она сидит. Не знает, что делать, бедненько. Может быть, она не знает просто, что надо нажать шифт. И в итоге он просто вышел из игры. Либо она, я не знаю, кто именно точно. Ну, это было опять грустненько. Ну вот, дайте, дайте призрака мне, ребят. Дайте, я покажу им, как надо играть. Чудочно долгая загрузочка у нас идет. Сейчас, в последний раз, пытаемся. Если нету, мы, наверное, все-таки на этом прекратим летсплей. Но после, конечно, завершения, может быть, попадется более умный противник. Я не знаю. Я не знаю, что с ними делать только. Мы опять играем человеком. К сожалению, меня это прям начинает немножечко напрягать. Я не знаю, что я тут чуть-чуть своими делами открекся, занят. Так, ну все, опять 18 секунд. Кстати, вот пинг жесткий, как вы можете видеть. Так, 9 секунд. Мы снизу. Снизу вообще здесь делать нихер, надо сразу валить отсюда. Мы закрошим. Куда-то пошло не интересно. Что за рыцарский зал вообще? О, слушайте, первый уже охлажденный. Значит, эта каточка уже как минимум обещает быть интересной. Блин, минимум тоже. Нормальная сфера не помогла мне просто. Разрубил, он испугал меня, мать его. Так, ладно, давайте смотрим. Вон они снизу. Настигаем ребят. Оп, 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 близко, близко, близко где-то человек. Вот он, наверное, сидит. Да, обламываться таким пингом. Иногда бывает проблематично кого-либо догнать. У кого кончится выносовость быстрее? У меня или у него? Да блин, я жму забрать душу, ребят, ничего не происходит. А вот у него она закончилась. Теперь ему придется уходить. Все? Это ГГ? Довольно-таки быстро. Так, ну все. Вот, в принципе, игра доигралась. У нас есть определено количество побед, поражений и так далее. Ребят, спасибо, что посмотрели данные летсплеи. В эту небольшую маленькую инди-хоррор игру она постоянно совершенствуется, улучшается. Оставайтесь со мной. Не забывайте подписаться на мой канал, если вам понравилось. Спасибо, что смотрите. Все, ребят, всем удачи. Всем пока. С вами был я, Лех Сметник. Давайте, ребят.